даже не поднялся чтоб встретить нас здравствуйте дорогие подписчики канала человек лев я в вольере божака чука и сегодня хочу записать такое видео с татьяной викторовной александиной по поводу бедствия которые терпит сафари-парк под москвой земля прайда львов называется кажется парк сегодня попал под очень жесткое наводнение это молодой сафари-парк который построен предпринимателями и сегодня вода уровень воды поднялся настолько высоко что он угрожает жизни даже некоторых животных поэтому всем кто может безусловно парк тайган готов принять животных но мы очень далеко находимся и транспортировка может занять достаточно много сил времени но и такая возможность есть мы свое плечо сафари-парку под москвой готовы подставить но думаю что и зоопарки расположенные ближе москве и московской области также смогут подставить свое плечо в случае необходимости там виктор у него есть тоже youtube канал земля прайда львов вот поэтому вы можете зайти предложить посильную помощь особенно я хотел бы обратиться к администрации лично губернатору московской области андрею воробьеву я знаю что это человек который на своем месте человек который помогал в парку львов тайган в трудный период блэкауда когда у нас не было электричество он поставил генератор и он настоящий хозяйственник он настоящий губернатор который на своем месте которым только можно гордиться и позавидовать московской области поэтому если администрация московской области нашли бы возможности также оказать содействие этому сафари-парку замечательному объекту который зародился и пытается развиваться и строится поэтому было бы очень здорово потому что без помощи к сожалению административных органов власти мне кажется что этому предпринимателю будет очень непросто выставить потому что там маленький штат там много хищных животных по моему несколько десятков уже тигров львов ягуаров леопардов которые мясоеды которые самые дорогие из всех животных которых можно представить себе содержание это безусловно хищники поэтому все неравнодушные люди пожалуйста обратите внимание на ту ситуацию бедственную вот которая сложилась сегодня с этим сафари-парком много сегодня у нас где разлилась вода весеннее половодие алтайский край и новосибирская область и другие области на российской федерации но мой долг всегда протягивать руку помощи животным где бы они находились поэтому если вдруг понадобится наша помощь транспорта транспортировки приеме животных в их передержке то мы потеснимся и найдем для этого тоже возможности но пока все неравнодушные пожалуйста зайдите на сайт на youtube канал и в поддержите поддержите кто морально кто материально сафари-парк земля прайдов виктор агафонов виктор агафонов он очень увлеченный человек он был здесь он тоже помогает животным тоже и там и лечат животных надо спасают больных животных но к сожалению вот такая беда конечно это конструктивно было не предусмотрено нельзя располагать сафари-парки в поймах и рек где возможен разлив за парке очень дорогие сооружения вот и одночасно спасти животных с огромной территории переместить это практически маловыполнимая задача вот здесь не избежать сожалению потерь вот при таких затопах и мы все очень помним из истории что потом подтоплению подвергался тбилисский зоопарк и очень много животных погибло и после этого по моему было принято решение построить зоопарк на другом месте возможно я ошибаюсь точно два раза затапливала на пражский зоопарк и зоопарк праги расположен пражский на двух уровнях один на холме а другой в низине реки висла по-моему да и вот когда висла развелась то и слоновник и бегемотник и горелятник и очень много вольеров с птицами с ценными животных то есть просто попала в зону полного затопления и животных спасти даже при том количестве сотрудников которые исчисляются сотнями в пражском зоопарке и городские власти учитывая что это городской государственный зоопарк спасти животных сожалению всех не удалось вот поэтому но мы всеми на связи уже два дня с виктором на связи они держатся там делают что могут но там к сожалению тигры уже по шею в воде виктор чай вечер договорилась скидывает видео друзья поэтому там действительно беда с водой спасибо всем неравнодушным кто обратит на это внимание спасибо дачу как каждый я думаю что все но придут и виктор говорил что какие-то зоопарки уже звонили тоже они были спасали львов 13 львов по моему они перевели а 2 они сидели в воде там на каких-то этих конструкциях я думаю что вчера их уже перевели но хотелось бы чтобы администрация конечно обратила помощь ну чарик алексеевич когда звонил виктор он сказал что мы в принципе нас в принципе готовы даже выехать если нужна будет помощь спасать переводить и все остальное ну надеемся что москва большая и помощь придет все остальное